Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим любимое многими блюдо макарон с фикадельками. Готовить это блюдо будем одновременно, сразу в чашу мультиварки. Итак, для приготовления нам потребуется 400 грамм макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Лучше взять, которые варятся 8-9-10 минут, то есть достаточно длительное время. Также нам потребуется 250 грамм мясного фарша. Я в последнее время беру все говяжий, у меня фарш домашний. Небольшая луковица, 40 грамм, часть от лука, у кого какого размера лук. 50 грамм сметаны, смесь перцев, соль и вода. Благодаря луку фрикадельки получатся сочными. Лук лучше измельчить погружным блендером или натереть на мелкой терке. Итак, смешиваем фарш. Весь лук, сок от лука, все смешиваем с мясом. Добавляем пол чайной ложки соли. Совсем немного смеси перцев или черного молотого перца. И все хорошо перемешиваем. Как и любой фарш, готовый фарш необходимо отбить. Поднимаем и кидаем вниз. Так необходимо сделать 5-7 раз. Уже на 5-6 раз отбивки фарша вы увидите, что консистенция меняется. Он стоит более плотный, такой эластичный и однородный по консистенции. И не распадается. Итак, в чашу мультиварки высыпаем макароны из твердых сортов пшеницы. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю примерно чайную ложку. Добавляю сметану. Как вы видели, макароны сырые. Заливаем это все холодной водой. И так все хорошо перемешиваем, чтобы соль, сметана все распределилась равномерно. Воды я взяла в 2 раза больше. То есть, на 400 грамм макарон я добавила 800 миллилитров воды. Макароны практически полностью скрыты. Теперь из фарша делаем небольшие фрикадельки и выкладываем их поверх. Кстати, можно использовать замороженные фрикадельки. Размораживать предварительно их не надо. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме каша. Можно готовить на режиме рис крупы. 15 минут. Через 15 минут блюдо будет полностью готово. Фрикадельки делаем небольшие. Макароны берем твердых сортов. Изменим время. Все, ждем. Итак, время истекло. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такие макароны получились. Как вы видите, там есть жидкость. То есть, макароны получаются как бы в соусе. При этом, если вы сразу все макароны не съедите, лучше их переложить или в соус слить. А так, пока вот они готовы, пока они горячие, накладывайте и поливайте этим соусом. Получается сочно и очень вкусно. Больше всего волнует. Приготовились ли фрикадельки. Я их специально разломила. Как вы видите, они полностью готовы. Мясо все полностью готово. Нет сырого места. Сами фрикадельки получаются сочными. При желании, туда можно еще и измельченный чеснок добавлять. Привет! Вот мой сайт promultivarka.com. Созданный именно для тебя, настоящего ценителя мультиварки. Сайт создавался, учитывая многие пожелания моих подписчиков со всех социальных сетей. И получилось создать простой, незагруженный, интеллектуально понятный сайт. Плюсы сайта. Каждый день новые, вкусные и быстрые рецепты. Мы не зависим от блокировок той или иной социальной сети в какой-либо стране. Короткие названия и личный кабинет, где рецепты хранятся. Простая авторизация через любую социальную сеть. Хотя я бы посоветовала авторизироваться на сайте именно через электронную почту. Так вы не будете привязаны по входу на сайт через стороннюю социальную сеть. Дружная комьюнити, в котором можно всегда обсудить тот или иной рецепт. Но не забывайте, что на сайте установлен фильтр ругательских слов. И если не соблюдать правила приличия, вы попадете в бан и, к сожалению, не сможете в дальнейшем пользоваться нашим сайтом. На сайте обсуждаются только рецепты, кулинария, плотное отсутствие рекламы и негатива. Надеюсь, я обрадовала многих, кто хотел иметь под рукой кулинарную книгу рецептов мультиварки с фото и видеорецептами. Найти мой сайт очень легко. В любом поисковике наберите «Рецепты мультиварки от Марины Петрушенко» или «Мультиварка рецепты Марины Петрушенко». А можно еще проще – promultivarka.com Также я оставляю ссылки на мою группу в Вайбере и Телеграм. И кому нужен цен, ссылки на сайт и группы будут под этим видео в описании. Прошу меня и мою команду сильно не ругать за мелкие огрехи на сайте. Их постепенно исправят и сайт будет работать идеально. Всех люблю и хорошего вам дня! Второй рецепт. Мы приготовим очень простое, полноценное второе блюдо. Для приготовления нам потребуется 230 г пшеничной крупы, 700 мл воды, чайная ложка соли. На гарнир у меня будет в основном блюде – это котлеты с грибами. Для котлет потребуется 500 г мясного фарша. Я взяла 50 г сушеных грибов, залила их холодной водой и у меня получилось 150 г после того, как грибы разбухли. В принципе, можно взять 150 г свежих грибов. Одно яйцо, небольшая луковица весом 100 г, черный молотый перец и соль. Итак, нам необходимо измельчить лук и грибы. Если вы будете брать, как я, сушеные грибы, то замачиваем их в холодной воде минимум часа на полтора-два. И теперь измельчаем с помощью погружного блендера или кухонного комбайна в мелкую крошку. В итоге вот такая мелкая каша должна получиться, но очень ароматная. К грибной смеси добавляем фарш, добавляем яйцо, соль добавляем по вкусу. Я добавляю чуть больше чайной ложки. Добавляем примерно 1 третью чайной ложки черного молотого перца и все хорошо вымешиваем. Фарш необходимо предварительно отбить, то есть полностью фарш поднимаем и кидаем. Так он будет более плотный, выйдет лишний воздух и котлеты у нас не будут развариваться. Теперь влажными руками формируем небольшие котлеты и выкладываем их на корзину пароварки. Итак, вот такие котлеты у меня получились. Теперь промываем крупу. Промытую крупу выкладываем в чашу мультиварки. Заливаем холодной водой. Соль добавляем по вкусу, я добавляю чайную ложку. Добавляем, сверху устанавливаем корзину пароварки и закрываем крышку. Готовить буду на режиме рис крупы. Здесь у меня автоматическое время. У кого есть режим экспресс, то же самое. В принципе, как только вся вода выпарится, блюдо будет готово. Если у вас режим просто рис крупы, тогда около 40 минут этого времени хватит, чтобы приготовились и котлеты, и каша. Время истекло. Вот что получилось. Котлеты готовы и каша тоже готова. Мне очень нравится в этой мультиварке корзина пароварки. Здесь сделаны дырочки, за которые можно подцепить и легко снять эту корзину. Вот такая каша получилась. При желании сюда можно добавить еще сливочного масла. Но учитывайте, что с котлет тоже сюда натекут жир, то есть каша не сухая. Вот так котлета выглядит в разрезе. Как вы видите, в ней очень много грибов. И грибы отлично сочетаются с мясным фаршем. Котлета получается сочной, мягкой и очень ароматной. Третий рецепт. Мы приготовим очень быструю подливу из фарша с грибами. Для приготовления нам потребуется 400 г фарша, 300 г любых грибов. Я взяла вешенки, можно использовать шампиньоны. Если будете использовать лесные грибы, их необходимо предварительно отварить. Также нам потребуется небольшая луковица весом 100 г, 150 г сметаны, чайная ложка муки, 80 мл воды, смесь перцев, подсолнечное масло и соль. Мелким кубиком нарезаем лук. Некрупно нарезаем грибы. Они у меня и так мелкие. Нарезаем еще помельче. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Готовить будет на режиме жарка. Вид продукта мяса. Нажимаем старт. Жду 2 минуты, чтобы масло нагрелось. Если вы будете готовить с автоматической мешалкой, можно добавить все продукты сразу. Закрыть крышку и уже будет все само жариться. Здесь же я сейчас дождусь, когда масло нагреется. Масло нагрелось. Отправляем одновременно обжариваться лук и грибы. Через минут 5 добавим фарш. За время жарки лук и грибы необходимо раза два перемешать. В принципе, они жарятся самостоятельно. За время жарки я один раз перемешала всего. Как вы видите, грибы очень уменьшились в объеме. Добавляем фарш и обжариваем все вместе. Сильно зажаривать фарш не надо. Он быстро светлеет. Буквально 2-3 минуты и будет достаточно. Добавим все остальное, потому что это у нас будет тушиться. Главное, чтобы фарш не был таким большим одним комком, а вот был рассыпьем. Как только он посветлеет, в принципе, можно добавлять оставшиеся ингредиенты. Ну, 2-3 минуты. Муку растворяем в воде. Воду лучше брать теплую, не горячую, чтобы мука не заварилась, а просто хорошо распределилась. В сметану добавляем немного смеси перцев. Буквально 1 третью, 1 четвертую чайной ложки. В сметану добавляем чайную ложку соли без горки. Перемешиваем. И сюда же добавляем воду с мукой. Все хорошо перемешиваем. Эту смесь добавляем к фаршу. Отключаем режим жарка. Добавляем оставшуюся воду с мукой прямо в фарш. Сметану со специями и солью. Все хорошо перемешаем. Если хотите, чтобы подлива была пожиже, можно добавить еще воды. И осталось протушить это буквально минут 10. Фарш готовится очень быстро. Грибы жарятся тоже быстро. Закрываем крышку мультиварки. Буду готовить на ручном режиме. Это мультиповар. При температуре 110 градусов. Буквально 10-15 минут. Нажимаем старт. Вместо режима мультиповар можно тушить на режиме тушения. Но потребуется уже 15-20 минут. Время истекло. Вот что получилось. Густая насыщенная подлива. Подливы отлично сочетаются с любым гарниром. У меня сегодня макароны. Отлично подойдет рис, гречневая каша, картофельное пюре. Кто что больше любит. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!